Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Снял третий выпуск, совсем скоро он будет на канале с профессиональным футболистом. Так что обязательно поддержите этот видеоролик. Также не забывайте подписываться на канал, давайте добьем 450 подписчиков, я буду рад абсолютно каждому. Ну и также ставьте лайк и пишите комментарии. Ну что же, давайте начнем. Сразу же вам скажу свое мнение, чтобы вы понимали, что я хочу от шестого сезона. Я собрался переходить, почитал ваши комментарии. Многие ваши комментарии совпадали с моим мнением. Я хочу переходить все-таки в ПСЖ. Потому что думаю, рано еще куда-то уходить именно там в Барселону, вообще в Испанскую Лигу, в Английскую. Это для меня, можно так сказать, финальная будет часть моей карьеры именно на пике. Потому что это очень трудный чемпионат. В Италии, как вы видите, тоже не сказать, что много хороших команд. Но, как вы видите, мы со второй попытки только смогли выиграть чемпионат, и то вылетали даже из кубка. Поэтому, мне кажется, против ПСЖ было бы неплохо. Тем более, они нам не, кстати, не отправляли предложение. Но мы забивали им в каждом матче практически. У нас 4 матча за Ювентус против ПСЖ. И мы забили в общей сумме 4 мяча. То есть, 4 матча и 4 гола против них. Так что, мне кажется, вот это приобретение ПСЖ было бы интересно, если бы они нас взяли. Если ПСЖ нам откажут, то я бы перешел бы тогда в Баварию. Да, я понимаю, что там не полностью... Ну, у меня крашнулся именно этот патч. Слетел, все такое. Но Бавария там есть. Поэтому я бы перешел именно в Баварию. Тоже, как конкуренции нет никакой там сильно в чемпионате. Так что, испанскую и английскую лигу я бы оставил прям под конец. Насчет переговоров. Напоминаю, 34,5 миллионов мне предлагают на продление контракта. До 2028, то есть, это получается, еще на 3 года, мне предлагают контракт Ювентус. Мы переходим в следующий сезон. И уже будем отправлять наши предложения. Я обещал, что не буду никому отправлять, так сказать, зачем. Мне предлагала Барселона, я напомню. Барселона, Атлетика. Потом еще, когда мы даже в Зените были, Манчестер, Юнайтед, Мадридский Реал. Вот такие вот команды были из Бундеслиги. Но вот топчики такие прям, я вам сказал, кто нам предлагал. Давайте еще раз подведем итоги сезона пятого. 57 матчей, 7-1 средняя оценка, 39 забитых мячей, 17 голевых передач, 226 всего матча мы отыграли уже за 5 лет. 6,8 средняя оценка, 90 забитых мячей, 55 голевых передач. Вот такие вот у меня статы, можно сказать, под конец сезона. Ну и вот такие протоколы развития. Все, мы заканчиваем. Ну и давайте также записи игроков клуба посмотрим. Два года я отыграл, напоминаю. Это самая долгая моя карьера. В одном клубе два года. Один год я был в «Зените», полтора в «Локомотиве» и полгода отыграл я в «Химках». Ну вот. Вот такая вот статистика. Даже если, даже если два года мы это сделаем, просто я сейчас даже посчитаю. 118 матчей мы делим на два. Это получается 59 матчей за сезон. Ну мы так примерно. Все грубо, конечно говоря. 59 матчей в среднем раз за два года, за один сезон. Такого результата тоже не было. За полтора года в «Локом» мы отыграли 49 даже матчей. А здесь 59 за один сезон в среднем. Вот. 30 забитых мячей за один сезон, можно так сказать, в среднем тоже. Хотя у нас в прошлом году не было такой сильной результативности. Тоже такого показателя нет. Ну и 18 голевых передач, можно сказать, в сезон. Мы могли, да, повторить за «Зенит». У нас 14 было голевых. Тоже неплохо. Ну и больше такого результата мы не видели. Ну и сборная России сейчас на данный момент 46 матчей, 11 голов, 4 голевые передачи. Все. Сосоло, Самбудори и Эмполи отправляются в серию «Би». А в серию «А» отправляются «Специя», снова причем Перуджи и Кьево. Сезон 25-26 вот-вот начнется и мы будем ждать. Отлично. У нас там еще опять сразу же матч. Я так понимаю, это против Финляндии, да? Нет, нет. Против Украины, да. Это последний матч, но он уже ничего там сильно не решает. Мы, наверное, со второй строчки точно проходим на чемпионат мира. Что? В команде «Ювент» уходит в удостоенной чести носить капитанскую повязку. Вот что сказал новоиспеченный капитан. Избрание капитана. Большая честь. Я очень всем благодарен. Куда ты листаешься? С другой стороны, это также большая ответственность. Надеюсь, я смогу оправдать доверие и внесу значительный вклад в клуб. Желаем номер капитанства. Я поговорил с главным тренером, и мы решили, что в этом сезоне капитанскую повязку должны носить вы. Вы неотъемлемая часть команды и умеете настроить команду в раздевал. Кстати, болельщики тоже будут рады. Учите, мы с главным тренером в ближайшие месяцы будем полагаться на вас больше. Так что постарайтесь выбрать лучшие кондиции. Теперь на футбольном поле вы станете примером для всех. Ну, вообще теперь, я не понимаю, у меня раздирающиеся эмоции. Вот здесь у меня есть капитанская повязка на мне? Нет, здесь нет. Ну, ладно. Я могу зайти, естественно, соединяя моей команды, план игры, и посмотреть, что у меня есть. Да, капитанская повязка. Вот он, я такой. Ой-ой-ой-ой-ой, дали мне еще и капитанскую повязку. А я сейчас уйду из Ювентуса. Но я полностью уже, ребят, настроился, поэтому запрос трансера. И отправляем ПСЖ. Также, я не знаю, давайте мы попробуем остаться тогда на третий сезон. Если не ПСЖ не Бавария не примут наши предложения, то уж я буду смотреть и, может быть, продлю контракт. Ну, мне кажется, в любом случае, такие команды у меня с руками и ногами оторвут. Тем более, я сам к ним обращаюсь, поэтому отправляемся дальше. Просимулируем мы, кстати, этот предсезонный турнир. Так, нам приходит сообщение, мы сегодня о центральном нападающем, мы сегодня в старте. Переводим время. Ну и я еще и вывожу снова. Причем я, походу, стал, да, теперь капитаном сборной России, раз все такое. Ну, 94 рейтинг у меня. И вот так вот выглядит сборная Украины. А Лунин 76-й. Можно, можно издалека опять пытаться пробивать. Ну и старт сезона, так сказать. Зинченко против меня сейчас вот так вот выглядит. Но Зинченко вроде тоже, кстати, нет, не сейчас. Но он был в прошлом, да, матче, когда мы забили. Зинченко вроде был с капитанской поездки, но сейчас Виктор Цыганков. Ну, Украина-Россия, поехали. Итак, Украина-Россия. Россия. Шестой тур. Финальной квалификации к чемпионату мира мы уже точно квалифицировались. Но со второй, правда, строчки. Поэтому, мне кажется, просто сейчас войти в сезон, так сказать, у нас шестой, с победы было бы очень классно. Опять штрафной. И со второй все-таки попытки Чумак забивает. Ну что ж, сборная Украины выигрывает со второй попытки. Как я и сказал, Чумак забьет, естественно. Ну, а мы проиграем, скорее всего, Украине в этом матче уж точно. Все, минимальное поражение. Вот так вот мы начинаем шестой для нас сезон. Ни одного удара даже не нанесли. У меня оценка 6-0. Чумак, естественно, 7-5 получает оценку. Так, немцы 4-0 разгромили Финляндию. Но мы на второй строчке в любом случае. Вот, поэтому мы все здесь спокойно. Две победы, две ничьи и два поражения. Причем от Германии и от Украины. 47-й матч за забор, но мы провели. Итак, к нам приходит сообщение. И все. Плюс, я вообще не знаю, это действующий тренер. Но нам, кстати, предлагает намного больше, чем Ювентус. И, ну, правда, контракт здесь на сколько? На три года все равно. Нет, сейчас 2025 на два года нам предлагают. Ну все, мы тогда переходим в ПСЖ. И, так, сообщение, да. Все замечательно. Все, будет подтвержден переход в клуб ПСЖ. Ну все, друзья. На этом мы завершаем нашу, так сказать, эру. В Ювентусе, в Италии. Не знаю, может быть, еще и вернусь. Но вот так вот выглядит состав у ПСЖ. Замечательно, мне кажется, я сюда влечу вместо Икарди. Вот, у них есть Бейл еще. Кунтуар даже. Мне кажется, мы сработаемся. С Неймаром еще должен был поиграть. Он в хорошем, в такой нормальной форме. Поэтому мы переходим в ПСЖ. И вот он, наш переход. Подписывает нас в футбольный клуб ПСЖ. Да, я понимаю, что я сам отправил это предложение от ПСЖ. Ни разу в карьере у нас не поступало предложения. Даже в ФИФЕ-20 нам ни разу ПСЖ не отправили предложение. Поэтому мы даже не поиграли во французском чемпионате. Но здесь мы это смогли реализовать в Проэволюшене. И теперь переходим в ПСЖ. Я хотел бы поблагодарить тех, благодаря кому это стало возможным. Я на седьмом небе от радости, что перешел в ПСЖ. Для меня это яркое событие. Надеюсь, смогу оправдать оказанное мне доверие. Но я не знаю, дадут ли мне сейчас капитанскую повязку в ПСЖ. Было бы странно, сразу перешел капитанская повязка. Не знаю, вот. Ну и вот такие вот дела. Посмотрим. Вот так вот я выгляжу теперь в форме ПСЖ. Не знаю, может быть прическу стоит нам поменять и все такое. Предпочитаемый номер, давайте глянем. Мне дали вообще 32-й, вы серьезно? Икарди, ну-ка, уходи. Девяточка должна быть у меня. Так, ну и параметры внешнего вида. Сейчас я немножечко здесь пошаманил. Так, ну что же, изменил я немножко себе прическу. Теперь у нас идет такой прям зачес назад. Вот, посмотрим, как здесь мы отыграем. С такой прической поменял празднование, чтобы тоже интереснее было в новом сезончике. посмотреть. Ну и вот этот определенный турнир я играть не намерен. Какое сообщение? Ваш предпочитаемый номер. Так, у меня потрясающая новость. Да, мне дали девятку. Отлично. Так что Икарди, извини. Какой Икарди дали? 32-й. То есть поменялись просто мы номерами. Ну, я просто в Химках был под девятым номером. Потом в Локомотиве пришел домой Смолова. Был девятый номер. Поэтому мне дали просто сразу десятый. Это тоже было классно. Но в Зените я девятый номер попросил. Или вроде он мне сразу достался. А в Ювентусе я забрал девятку у Вильяна. Так что вот такие вот дела. Ну, мы пропускаем матч с Мадридским Реалом. В предсезонном этом турнире мы 4-1 победили. Молодцы. Сразу же с победы начинать. Вообще супер. Я еще и дубль забил. Вот это да. Но это не суть. Важна сильно. Мне этот турнир... Ну, а смысл? Сыгрываться с командой я не вижу смысла. Так, распасуемся за 15 минут и хватит. Дальше. Мы в старте все так же. Отлично. Пропускаем матч. И победа 4-1. И я опять дубль забил. Ну, потом не пишите в комментариях, что я так себе на голы просто зарабатываю. Я не виноват. Они сами типа так симулируют, что я у них прям такой нападающий. И забиваю в каждом матче по дублю. И последняя игра против Баварии. Ну, здесь можем отлететь, мне кажется. Да, проигрываем минимально. Но мы все равно на первой строчке. Здесь, посмотрите, у Баварии и у Реала по 6 очков. Но мы на первой строчке. У нас лучшая разница. И это шикарно. Мы побеждаем сразу же. Вот. С первых матчей 3 матча, 4 гола. Вообще шикарно. Мистер лучезарный. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. У нас матч, я так понимаю, суперкубок. Пассажир против Ниццы. Давайте я перейду. Так, да не в расписании. Не надо было в план игры. 95-й у меня уже, кстати, рейтинг. Но я не с капитанской повязкой, а с капитанской маркини. Кстати, какие линии мы здесь играем? Сколько там ему? 19 лет. Но неплохо. Так что вот таким составом мы выходим сегодня против Ниццы. 77-й рейтинг у голкипера. Ну, мы посмотрим. Практически идентичная, мне же так кажется, да, что схема такая же. Пассажир у нас была в Ювентусе. Тоже три центральных полузащитника там было. Все. И три нападающих. Так что привыкать нам долго здесь вообще не придется. Только надо понимать, что теперь не Роналдо, а Неймар у нас здесь. Ну, и надеюсь, соперники будут полегче в Франции, нежели чем в Италии. Поэтому для нас дебют сейчас. Первый матч за суперкубок. Пассажир против Ниццы. Формы я бы поменял. Какую-нибудь светленькую бы им дал. Им пойдет такая. Пассажир Ницца, суперкубок Франции. Поехали. Итак, суперкубок Франции. Пассажир против Ниццы. Дебют наш, так сказать, во Франции. Мы разыгрываем. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И в свои ворота здесь. Это кто? Это Булька у нас на воротах или кто сейчас стоял? Клаудио Марусия. Маурисия, может так. Забивает. Так что нам теперь еще и отыгрываться придется. И это 2-0. Маулида забивает. Кто у нас вообще на воротах? Это реально Булька стоит. И это 3-0. Просто никакой обороны. Булька меня вот вообще выбешивает. Если так и дальше будет, я просто не представляю, зачем я вообще переходил в ПСЖ. И все, заканчивается матч. Мы проигрываем со счетом 3-0. Маулида забивает дубль. А Булька просто становится рекордсменом. Ну, как так можно было играть? 3-4 удара в створ, 3 гола мы пропустили. 5-0. Булька получает и по делу. Ну, так вот вообще играть, а? 96-й я рейтинг за что-то получил уже. Облак присоединяется к ПСЖ. Вот оно, наконец-то. Вот я прям как чувствовал, а? Слава богу. Хоть какого-то вратаря мы купили. Дожаку. Криштиану Роналду. Серьезно? Аки, Рекорди, Альба, Облак. Мы так. Я сейчас просто хочу посмотреть. А, это сборная России. Переводим время, давайте. И до матча с ПСЖ. Я сейчас посмотрю. Ну, да, у нас следующий, да, уже против Меца. Сейчас там еще будет лучший футболист Европы и все такое. Так, мы сегодня в старте. А кто там в прошлом-то году был? Сейчас индивидуальные титулы. Лучший футболист мира, это вроде у меня еще до сих пор. Да. Вот так вот выглядит. А лучший футболист Европы прошлого года Виско. Влашич и Эдуард. Ну, это прошлый сезон. Ну, теперь по сезону 24-25 будут смотреть. Так что, ну, я все-таки выиграл Лигу Чемпионов и Чемпионат. Поэтому тоже интересно. Так, соединяя команды, план игры. Смотрим. Облак на воротах сразу замечательно. Хорди Альбу подписали, которому 36. То есть это еще не новый. Верати 33. Сколько мы винги? 23, а мне 22. Пойдет. 96-й рейтинг. Кто у меня был? А, ну, у меня вроде он был, да, 95-й, 96-й уже в ПСЖ набрал. Так, Крещано Роналду присоединяется. То есть в 40 лет мы с Крещано Роналду из Ювентуса оба перешли в ПСЖ. Я просто не представляю сейчас, кто будет там играть за Ювентус. Кто еще сюда перешел? Аки перешел. Какой-то тоже. Ну, где-то я такого видел тоже. Так что вот такие вот трансеры провернул ПСЖ. Прямо как будто мои молитвы услышал. И стартуем. У нас первый матч в чемпионате Франции. ПСЖ против Меца. Мы сегодня в старте. Облак на позиции вратаря. Мы играем впервые на Парис, ну, Парк-де-Пренс. Вот так называется стадион. Поехали. Итак, домашний стадион ПСЖ. Здесь, естественно, Канами стадиум будет написано. Мы играли на этом стадионе, причем дважды. Дважды за Ювентус. И отсюда мы увозили победы. И на групповой стадии Лиги Чемпионов в первом сезоне, ну, это, получается, четвертый был сезон на карьере за игрока. На групповой стадии я забил один мяч. Мы сравнили, ну, и ПСЖ сравняли. 1-1 мы здесь закончили матч. И, если мне не имеет память, мы 2-0 обыграли с Ювентусом ПСЖ на этом стадионе в прошлом году и вышли дальше. Но у нас здесь Лига-1. Теперь вот такое вот интересное представление здесь. А то в серии А вроде такого не было. Ну, тоже симпатичненько так выглядит. Немножко даже реалистично. Посмотрим. И меня заменили. На 89-е место у меня выходит Икарди. И все, заканчивается матч со счетом 0-0. Ну, пока что вообще ни одного мяча за два матча в ПСЖ мы забить не можем. Итак, мы сейчас на 11-й строчке. Здесь Ларье занимает первую. Они обыграли Монпелье. А вот Ниц это тоже вот проиграл со счетом 2-0. Ну, как-то же она нас смогла вынести. С булькой на воротах, конечно. И я удостоен награды лучший футболист Европы прошлого сезона. European Best Player Award. Ну, замечательная награда, конечно. Всем спасибо, кто за меня голосовал. Сейчас мы посмотрим на второго и третьего игрока. Голосование тоже мне. Ну, почему-то это интересно. Так, лучший футболист Европы. На втором месте Неймар, а на третьем Сане. Вот такие дела. Ну, почти 500 человек за меня проголосовало. Вообще замечательно. Ну, а на футболиста мира целых 864. Так что, вот такие дела. И сейчас скоро у нас заканчивается, причем, летнее трансферное окно. Нам приходит сообщение. Мы поздравим с наградой. Нам написали спасибо большое. И переводим время к матчу с Реном. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня центральные нападающие. Так, насчет тренировок. Я бы убрал вот эти две. И почему бы и не прокачать наши позиции другие? Почему бы действительно? Здесь, ну, можно абсолютно любую позицию прокачать. Я бы качал бы дальше. Я бы хотел левого нападающего покачать. Почему бы и нет? Всего лишь 56 дней. Поехали. Почему бы и нет? Мне кажется, мы и без этих характеристик справимся. Понемножечку поубрали и все. Причем без них я, наоборот, даже лучше играл, чем с ними. Поэтому почему бы и нет левого нападающего? Я бы попробовал. Роналду. Вот. Почему Роналду-то дали капитанскую повязку? Почему дают? Мне нет. Рен против ПСЖ. Поехали. Итак, второй тур чемпионата Франции. Рен против ПСЖ. И мы пока что за два матча в ПСЖ не можем забить ни одного мяча, к сожалению. Отдает. И мы уже врываемся в штрафную. И не забили. Ну-ка, здесь забивают все-таки Кришчану Роналду. Добивает. Он раньше... Я раньше пришел, но Роналду раньше забил. 34 номер он получил, кстати, в ПСЖ. Но ничего. Главное, что забили. Главное, что забили. Мог и передачу, наверное, отдавать. Но как-то пожадничал. Ну, а почему-то здесь... Ну, конечно, со мной. Все. Криш. Вообще. Ну, мы в двух клубах с Кришчану играем. То в Ювентусе. Причем в одно время же ушли. А из Ювентуса это вообще классно. И подача даже. И Кришчану забивает. Я надеюсь, без офсайда там все это было. 65-я минута. Мы отдаем голевую на Кришчана Роналду. Кришчана забивает дубль. Но это первое наше результативное действие. Отлично. Снова эта связка. Хорев и Кришчана Роналду работает. Отлично. Здесь даже продавили и левой ногой подача. Ну, и замечательно замыкает. Уверенная победа на выезде. Дубль Кришчана Роналду. Моя одна голевая на него. И нам приносит 3 очка. И для меня первое результативное действие в ПСЖ. Оценка у меня 7-0 за матч. И мы повышаемся. И теперь на пятой строчке. Первая моя голевая за ПСЖ. 56-я в карьере. И сейчас у нас последний день. Так, пишет молодой игрок Хорев. Восходящая звезда. Ну, не знаю, почему восходящая. Если я уже звезда. Я обладатель золотого мяча. Чего к чему писать? Восходящая звезда. Последний день периода трансеров у нас. И заканчиваем мы. Трансерное окно. Сборной мы не будем играть сейчас. Тут 2 матча с Хорватией и с Францией. Поэтому нет. Хоть у меня с Капитанской, по Франции, но все равно нету никакого желания. Сыграли ничью 2-2 с Хорватией. Не знаю, забил ли я гол там или нет. 12 голов, 4 передачи. Сейчас глянем, что с Францией. Приходит сообщение. Мы центральные нападающие. Так, нет, не следующее. Может, Капитанской боевой скорее уж точно. Опускаем матч. 3-1 мы даже победили. И забили целый дубль. 2 мяча мы забили. 96-й рейтинг у меня. Ну, вроде так и было. Ну и 49-й матч провели уже за сборную России. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. И давайте, естественно, ну мы уже увидели, что Андерлэкт у нас в группе Лиги Чемпионов. Ну, тоже интересно посмотреть. Так, начинаем мы с группового этапа. Пока глянем. Пассажир, Атлетика, Селтик, Андерлэкт. В Бельгии мы играли против Генка. В прошлом сезоне в 1-8 с Ювентусом. Атлетика, Мадрид. В Испании мы играли против Севильи. За Локомотив Лиги Европы в 1-16. И за... Сейчас даже так не вспомню. Ну, за Ювентус против Барселоны мы играли. Не помню. За Зенит вроде нет. Мы не играли. В Испании. Если я, правда, так сейчас реально вспоминаю. Селтик. Но в Шотландии мы вроде тоже не играли. Хотя Рейнджерс... Нет, вроде нет. Так что вот так. ЦСКА, Челси, Порто, Паок. Шахтер, Барселона, Фнер, Бахчиди, Динаман, Лагри. Здесь вообще Барси повезло. Бенфика, МЮ, Лиль, Аберден. ПСВ, Бавария, Клуб Брюге, Базель. Реал, Булверхэмптон, Спартак, Олимпиакос. Сити, Интер, Реал, Соседар, Копенгаген. Ювентус, Ливерпуль, Аякс, Мидленд. Вот такие вот команды у нас. Что у нас по... Лиге Европы. Валенсия, Фенорд, Славия, Лунгби. Наполи, Динамо, Москва, Бешетаж, Остенде. Арминия, Спортинг, Бордо, Цюрих. Арсенал, Ростов, Утрихт, ААП. Байер, Ницца, Спортинг, Галин. Галтосарай, Фиорентино, Стандарт-Лиеги, Ливингсон. Зенита, Азе, Динамо, Киев, АЕК. Олимпик, Леон, Баруси Венхенгладбах, Юнгбойс, Фамаликаво. Рома, Вестхэм, Эспаньол, Хиберниан. Марсель, Эвертон, Трапзон, Спорт, Буависта. Милан, Атлетик, Клуб, Бильбао, Рейнджерс и Бронкби. И Айнтракт, Франкфурт, Истамбул, Баших Шахир, Антверб и Лузерн. Вот такие вот команды. Итак, Суперкубок, кстати, там сыграли и Ювентус его проиграл. То есть второй Суперкубок UEFA выигрывает команда из Лиги Европы. В прошлом году мы проиграли 1-0. В основное, правда, время Баварии на последней минуте Горецка вроде как забил. А здесь Челси в дополнительном, но Ювентус за два сезона Лиги Чемпионов проигрывает Суперкубок. К сожалению, вот такие вот дела. Ну что ж, сейчас у нас игра против Андерлехта. Играем мы на выезде. Роналду опять с капитанской повязкой. Ничего не меняется. Смольников, кстати, в Андерлехте. Компании серьезно, он тренер Андерлехта. Вот тут я не знал, если честно. Ну и Смольников, капитан Андерлехта. Интересное решение, конечно. Мы готовы. Галкипера не посмотрел. Семьдесят пятый. Постараемся. Постараемся. Андерлехт и ПСЖ. Поехали. Итак, Лото Парк. Андерлехт против ПСЖ. Против Андерлехта мы впервые играем. Но в Бельгии мы... Кстати, лично я забил. В прошлом году за Ювентус в Лиге Чемпионов в 1-8 против Генка. Тогда это была самая легкая команда, которая нам могла попасться в 1-8. Но мы минимально 1-0 в двухматчевом противостоянии их прошли, сыграв дома в Италии со счетом 0-0. Получаем мы передачу на Криштиану. Ну, понятно все. И мы забиваем мой первый гол в Лиге Чемпионов. Да вообще за ПСЖ в этом сезоне. Отлично. И все, заканчивается матч. Победа. Три очка. И наша первая победа в Лиге Чемпионов. Наш первый гол за ПСЖ. Замечательно. Первый гол в нашей Лиге Чемпионов. Оценка 7-5 за матч. Атлетика тоже минимально. Дома обыграли Селтик. Но мы все равно на первой строчке. Итак, мой пятый гол уже за ПСЖ. 95-й мой гол в карьере. Замечательно. Итак, игра у нас домашняя против Нанта. Посмотрим сейчас на их голкипера у них. Я думаю, Гендузи на воротах стоит. Капитанской отдали Маркинису. Даже Неймару не отдают. 68-й голкипер. Будем быть с любой дистанции. Поехали. Итак, ПСЖ против Нанта. Очередной матч чемпионата Франции. Здесь мы еще, по крайней мере, не можем забить свой дебютный гол. Но я, естественно, буду стараться. В Лиге Чемпионов уже сколько я играю? Зенит. Два года в Ювентусе. Получается, четвертый год я уже играю в Лиге Чемпионов. За три года всего лишь участия в этом турнире я стал уже его обладателем дважды. Так, Маркинис. И все-таки забиваю. И все-таки я забиваю. На домашнем стадионе вообще приятнее забивать. Суперски. Вот и мой дебютный гол в Чемпионате Франции за ПСЖ. Еще и с левой ноги пробил. Замечательно. Неплохую передачу на меня выдали. Можно и подавать. Ну, и это еще и голевая передача. Шикарный гол. Это Сарабия, да? Пабло Сарабия забивает. Моя голевая передача еще и в Чемпионате Франции. Ну, тоже вторая получается. Наверное, мы первую отдали. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой голешник, а? Самый нижний угол мы забиваем. И это дубль плюс голевая. Супер. И все. Заканчивается матч со счетом 3-0. Мой дубль плюс 1 голевая на Пабло Сарабия. Приносит нам победу. Замечательно. 4 удара в створ. 3 гола. Супер. После этого матча мы на первой строчке потеряли здесь все абсолютные очки. Никто еще пока что 3 победы из 3 не сделал. Поэтому мы сейчас на первой строчке. 7 уже голов за ПСЖ. 2 голевые передачи успел отдать. 97-й гол в карьере. 57-я голевая тоже в карьере. Вот такие результаты. Так, нам приходит сообщение. Объявлен состав в сборной. Мы, естественно, вызваны. И мы сегодня в старте. У нас игра против Реймса. Они идут ниже 10-й строчки. Мы играем на выезде. Посмотрим на их голкипера. 66-й рейтинг. Будем бить опять с любой дистанции. Поехали. Итак, Реймс против ПСЖ. Мы играем очередную игру в чемпионате Франции. И посмотрим, как отыграем. Удар. И это гол. Как я и сказал, я буду бить с любой дистанции. Я хочу стать лучшим бомбардиром теперь еще и в чемпионате Франции. Супер. Минимальная победа. ПСЖ надо Реймсом на выезде. Благодаря моему голу мы набираем очередные 3 очка. 7.5 у меня оценка. У нас теперь 10 очков. Так же, как и у Меца. Это наш 8-й уже гол в ПСЖ. 98-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра очередная в чемпионате. Играем против 6-й строчки. Здесь у нас Анже. Ну, играем мы дома. Райкович там. 80-го, кстати, рейтинга. Неплохой у них голкипер. Будет трудновато. Ну и, кстати, вот связка. Вот это вот из BBC. Кришнон Роналду, Бензема и Бейл. Правда, теперь вместо Бенземы я. Ну и Бейл 76-й рейтинг. Я бы сейчас посмотрел, сколько у него скорость. Там вообще в его-то возрасте. Вот он 36. Так, скорость 81. Ускорение 77. Ну, уже плоховато. И сейчас немедленно бегает. Возраст от себя дает знать. Поехали. Итак, ПСЖ против Анже. Интересная игра. Причем на седьмой или на шестой строчке, я уже забыл, находится Анже сейчас в чемпионате. Поэтому у нас тоже победная серия продолжается. Мы забиваем практически в каждой игре. Бейл. И это голл. Опять моя голевая передача в чемпионате Франции. Замечательно. 46-я минута. Ну вот и Бейл вышел и забил. Шикарин. Шикарин. Вот этот у Валиец правильно, да, говорить? Так, Криштиану на меня. Отлично. Я обратно здесь на Роналду. Все, ну и шикарно. Это выход 1 на 1. Это выход 1 на 1. Я даже перебрасываю вот так вот Бейлу. Большое спасибо. 66-я минута. Мы забиваем парашютиком. Здесь классно, классно, действительно. Теперь мы тут стеночку так отобирались. Быстренько выход 1 на 1. И удалось еще и перекинуть. Супер гол. Гол плюс пас у нас за этот матч уже. И все. Уверенная победа. Домашняя. Со счетом 2-0. Гол плюс пас у меня на счету после этого матча. Вот этот шикарный чемпионат мне очень нравится. Для опыта я перешел сюда, чтобы тоже получить, мне кажется, ну, вроде даже в топ-5 лиг французская находится на пятой строчке, если я не путаю. Потому что, ну, здесь только Пассажир. Что еще? Марсель. Леон, Монако могут только конкурировать и все. Да, там кто-то сейчас скажет, Лили еще очень хорошая команда, все такое. Но на самом деле это единожды, единожды, сейчас, единственный случай, вот, когда Монако вот последний раз стали чемпионами. Все. У них был очень хороший состав, там Забапе, все такое. Там Бен Едер вроде даже был. Так что им просто хороший костяк попался. Сейчас, мне кажется, конкурировать против ПСЖ в чемпионате некому. И отдавать и забивать в каждом матче, это очень круто. Это 13 очков у нас. На очко 1 опережаем Страсбург. Они причем даже проигрывали. 96-й рейтинг у меня, 9 голов уже, 3 голевые передачи, 99-й гол в карьере, 58-я голевая передача. Так, мы сегодня в старте. Это у нас последний матч в сегодняшнем выпуске. Играем мы против Атлетика Мадрид. Впервые против них мы играем. Здесь есть Кен Мбапе. Играет сегодня против бывшей команды Свилор, 74-й у них на воротах. Есть, кстати, Кирилл Бендер. Что еще здесь такие интересные игроки? Лукас Васкис, почему бы и нет? Ну, а Облаков, естественно, бывший игрок Атлетика. Ну, кстати, Атлетика мне тоже предлагали, да, переходить к ним. Было бы интересно. PSG Атлетика. Поехали. PSG Атлетика. Играем второй тур Лиги Чемпионов. Очень интересно. Действительно, вот сейчас в группе именно только эта игра. И все, заканчивается у нас матч. Мучья со счетом 0-0. Не выявили мы победителя в домашнем матче. Значит, на выезде обязательно нам надо забивать. Оценка у меня 6-0 за матч. Селтик обыграли Андерлэкс с счетом 3-1. Но мы все равно на первой строчке. С четырьмя очками. Ну что же, друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Покажу вам сейчас. Вот, 11 матчей отыграли. В следующем выпуске мы забьем сотую гол. Скорее всего, в нашей карьере. Вот такие вот у меня сейчас статы. Кому интересно, на этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жиданых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok